Дорогие друзья, дорогие друзья, представляете, едем мы в ресторан с Галиной к Марусе. Скоро вы увидите Марусю. А вы в этом доме прямо живете? Ой, какая красота. И у вас вид прямо на вот Неву. Это же уникальный вид. Был уникальный. Но, к сожалению, не у всех квартир выходят на Неву. То есть в своем случае, да. А, у вас во двор. Но зато тихо. В этом тоже есть определенный шаг. И, кстати, я хочу вам рассказать, что вот в этот дом я попала. Тоже, знаете, у меня была такая... Вот, кстати, знаете, вот желание исполняется. Опять же, да, подтверждение, что вот так вас я увидела. То есть я прямо по вашим следам хотела пройтись, по всем магазинам, там, бутикам. То есть для меня прямо реально, там, какая обувь, какая одежда и так далее. Вот. А сюда я попала. То есть я когда приехала через год, здесь в Миндале была... Здесь еще был Миндаль-кафе. Вот. С подругой. И вы знаете, для меня прошел год я жила в каком-то районе, красногвардейском, кажется, да. И я вот здесь сидела, думаю, какие небожители здесь живут. И потом, когда я стала искать квартиру, я совершенно случайно... То есть у меня было несколько отказов на 5 же из-за животного. Потом я попала сюда. Я своим глазам не поверила, что именно в этом доме, в котором меня так... Мои фантазии развернулись. Визуализировали. Да. Здорово. Ну, вы приехали из Екатеринбурга где-то год назад в Петербург, да? Да. Ну, сейчас уже 4 года. А, уже 4 года в ноябре, да. Здорово. Ну, вы знаете, мне долгое время было, наверное... Аутсит такой у вас классный. Сразу видно, Галина, модница, да? Не до моды, наверное, первые годы. Потому что снова устраиваешься. А тут недавно я не хватило. Ну, что-то, можно этим вопросом заняться. И вот, знаете, ваш канал стало более изучать. Да? Как приятно, как здорово. Как вас зовут? Я зовут Диана. Диана, имя такое красивое. Спасибо. А у вас такой красавчик вот этот вот кусается? Нет. Нет? Он мне сегодня подходит к брюкам очень. Так, что мы вы поняли, мы с Марины вышли из машины, нас Андрей подвез, для того, чтобы Маруся посетили ее ресторан и встретили нашу подписчицу. А вы смотрите мой канал? Паш, я пока, наверное, что-то смотрела. То есть, те выборы. Над Зене, над Зене, да. Над Зене. Ну, вы знаете, просто... Шучу, шучу. Просто ваши я больше рассматриваю фотографии, где-то увижу, то есть все равно много попадается. Еще у женщины смотрят, что я выбираю фотографии. В очках больших постоянно. А, не шляпки, как они брали. А, Кира Саверева. Кира Саверева, тоже теперь блогер. Да. А вы уже записались на вечеринку 7 октября? Я вообще не думала об этом. Приходите. Спасибо большое. Спасибо огромное. Ну что, мы идем дегустировать. Где этот ресторан? Он там чуть подальше? А, вот он, да? А, все, ну все, Андрей, пока-пока, пока-пока. Да, у нас уже началось влоговое видео, пока. Да. Так, что тут? Миндаль. Ну, наш ресторан, куда мы идем, называется по-другому. Так, Галина, ну что, смотри, какая тут... Маруся сама! Боже мой, какая красота! А я думаю, сейчас напишу, села в этот... А вот и колбачок у Маруси. Шеф-повар Маруся. Да, где нас... Маруся, а вы знаете, вот... Ты стал? Я, честно скажу, я фанат грузинской кухни. Вот, и когда ко мне гости иностранцы приезжают, я их веду всегда в ресторан грузинской кухни. А в какой? Но я вам открою секрет. Я в чачу. Но я вам открою секрет. Ну, просто иди. Я про вас не знала. Я просто открою вам один секрет. Я ни разу не пробовала хинкали. Ни разу. Всегда какой-нибудь шашлык заказывала. Вот это вот... Вот. А, так его просто вам нельзя, что ли, готовить тут? Смотрите, какая тут красота. Чувствуется... Чувствуется рука Маруси. Здорово. Да. Слушай, тут даже музыки нет. Тут даже можно ролики записывать нормально, без музыки. Как здорово. Нет, она есть, но она очень тихо. Давайте я вам пока покажу. Шикарный комод с кафельной плиткой роскошной. Вот это мы тут с Галиной. Это Маруся. Мы уже знаем, да. Блогер на блоге. Блогером погоняет. Я забыла, что весь культ Маруси. Да, да. А вы нам... Маруся, а вы нам маленькую экскурсию проведите? У вас тут такой интерьер интересный. Буфетик я уже сняла. Мы как-то беспокойные. Мы тут набежали все. Блогерский, типа десант. Нам сюда, да? Да, вы. Дознаете. Ой, как тут уютно. Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Маруся, это вы тоже, да? Тут все ваши фотографии. Здорово. Сплошное брендирование, да? Мы это с прошлого года брендировались в виде фотографий, потому что мы выбились с основной сети и сделали его авторским. И теперь он шеф Маруся и его, и появились фотографии. До этого. Здорово. Одиннадцать лет их не было. Мы здесь были, но их не было. Поэтому брендировано, да. Конечно же, с Маруся. Так, это основное меню. Сейчас будем изучать. У нас здесь есть коктейль. Я уже, кстати, пока мы ехали, я зашла на ваш ресторанный сайт, посмотрела меню. И действительно не увидела шашлык. Потому что мы находимся в историческом памятнике архитектуры. Более того, хочу сказать, что в принципе грузинская кухня не совсем о шашлыке. Есть регион Кахетти, где прекрасно готовят на виноградной лозе шашлык, свиной и теляч. В принципе, другие типы мяса обычно никогда не готовят. Я не отношу шашлык в детстве. Понятно. То есть у вас все аутентично. Ну, аутентично я люблю работать в классической кухне. Считаю, что должны оставаться повара, которые будут сохранять историю. Понятно, как шеф что-то привношу, но никогда не меняю с ног на голову. Если относительно грузинской кухни, то любое блюдо грузинской кухни несет в себе или метод приготовления, или продукт, из которого готовится, никак не подобен. То есть суп харчу обычно нельзя. Приготовить из баранины, например. У вас какой-то харчу, я видела в меню, очень необычный. У нас два типа харчу, как и существует в грузинской кухне. Есть суп харчу, к которому мы привыкли, который готовится из грузинки и говядины на томатной основе с рисом. И весь основное блюдо – это говядина или телятина, тушеная в ореховом союзе. Это горячий сус. Вот. А тарелки вы сами выбирали, Маруся? Да, выбирала. Какие красивые. Вот выбирайте что. Ну, давай изучим, Галина, меню изучим, давай. Изучите, что я решите, вообще не боюсь. Ой, ну у вас этот образ, конечно, это… Всегда, да? Много лет, 14 лет. Да? Многие шутят. А сколько вообще ресторан? Ресторан тоже столько. Да? Да, образ был даже в создании этого ресторана. Моя подруга, дизайнский взгляд. Я говорю, нарисуй девочку. Я хочу какую-то веселую девочку. Когда нарисовала несколько образов, этот образ больше всего покажу. Я гостям показывала, всем. Они говорят, посмотрите, какая у меня будет форма. Все на меня такие смотрели. И они говорят, что нет. Потом я поняла, что я рисунок показывала. Все, наверное, думали, что я декольтею, балетка, буду по залу ходить. Везде Маруся, улыбающаяся, потрясающая женщина. Галина вон тоже снимает. А вот еще есть и второй зал. О, здесь такой уютный тоже очень. Более такой камерный. И везде Маруся. Уникальная женщина. И вот любительница очков необычных оригинальных круг-квадрат. А там вид прямо на Неву. Ой, здесь уже что-то принесли. Смотрите, какой обалденный вид из окна. Да, пожалуйста. Сейчас. Я люстру сниму. Я тебя снимаю. Как мы начинаем. Мы начинаем дегустировать. Тут уже такие блюда. Что это? Качи-кури от шефа. Почему оно от шефа? Потому что оно сделано историческим способом. Это бездрожжевое тесто, выпеченное в сковороде. Как испокон веков его готовили. Потому что качи-кури подается на все мероприятия в Грузии. Маруся, что вы с нами делаете? А это что такое? А вот это вот что такое? Это сацилий с курицей. С в ореховом соусе, да? Народ начинает собираться уже вечером. Это традиционные грузинские закуски пхали. Грузины объединяют словом пхали. Все, что соединяют в холодных закусках с грецким орехом. Здесь представлены зеленая фасоль, шпинат, свекла, болгарский перец, моркови, лук-порей и баклажаны с орехами. Ой, баклажаны с орехами, это, мне кажется, вообще фантастическое блюдо. Уникальное. Ну, это все-таки гениальное. Ну, и выйдем. И хочется сказать, что же мы пьем. Мы пьем семейный дистиллят. Семейный дистиллят, который происходит. Да, сейчас, сейчас, сейчас. И это производит ваша семья. Многое с дистиллетий, да? Да, много. С 1886 года. Ничего себе, это даже столетие, можно сказать, уже. Так, еще что-то несу. Он не относится к грузинской кухне. Он не относится к грузинской кухне. Ну, хрустячий. А я вообще в грузинских ресторанах заказывала этот салат. Ну, вообще, господи, какая красота повсюду. Все прямо уникально. Уникально культуры салата. Раду, за исключением грузинского салата. Вот. Который заправляется или с орехами, или без орехов. Но есть еще меритинский. А так нет культуры салата. Маруся, а вы меня вот не поснимаете? Снимаю. А я буду есть сейчас. Так, ну, это же можно руками или нет? Вообще, это положено руками. Я рекомендую, мне кажется, руками это вкуснее гораздо. Да, вкуснее. Но все равно, все равно. Ну, давайте пробовать. Как же, попробовать. Так. Ну, это надо есть, как бы, хачапури. Это второй хлеб в грузинской кухне. Так, и я хочу взять сыр. Сыр сулгуни. Мы в данном случае используем только сулгуни, потому что, ну, он качественнее в России представлен, так скажем. Так, и вот, а какой с перчиком вот здесь? Вот этот? Который желтенький, это болгарский перец, морковь как раз-таки, да. Это микс моркови и болгарского перца. Нет, мы ее отваривали, потом чуть-чуть. Сейчас будем пробовать все. Так, это шпинат. Так, это шпинат. Баланшируем. Вот это что такое? Это шпинат. Более зеленый он, это шпинат. Ну, ладно, сейчас будем пробовать все. Галина, ты себе тоже накладывай. Хорошо, хорошо. Я, конечно, фанат посуды. И вот она имитирует, как будто бы... Но она отражает немного. Много, да, национальную такую. Смехные, да. Так. Ну, давайте. Ну, вот это вот блюдо, оно мое одно из самых вот фаворитов грузинской кухни. Давайте пробовать. Рулетики с грецким орехом? Так я теперь своих иностранцев буду сюда водить. Баклажаны с грецким орехом, но в деревне могли бы говорить пхали из баклажан. Бадричны из пхали. Как бы они не говорят рулетики, а пхали из баклажан. Вроде бы это... Так, вот это вот перец и... Это болгарский перец с морковкой соединено. Ну, они разные все, по ощущениям. Грузины не обходятся без этого блюда ни на одном мероприятии. Как и праздничном, так и... От пхали, да. То есть это блюдо всегда, как и на праздниках, так и, допустим, на поминальном столе могут быть. Соответственно, постное из-за этого. Я хочу сказать, у меня муж колумбиец. И он вообще ничего не знал. Ни про русскую кухню, конечно, ни про грузинскую, ни про уздекскую. Вообще, вот ничего из серии того богатства, мне кажется, кулинарного богатства нашей души, да, страны, Советского Союза. И, соответственно, вот республик, ну, теперь стран, понятное дело. Я считаю, что все равно самая, самая кухня – это грузинская. Когда меня спрашивают, какая кухня тебе нравится, я говорю, грузинская. И в этом, когда вот гости приезжают из Колумбии, да, всегда их очень удивляет. Они вообще теряют дар вещей, особенно, когда выносят вот этот, как он называется, с яйцом. Аджарский. Хачапури по-аджарски в виде лодочки. Хачапури по-аджарски с лодочкой. Это вообще, когда начинают перемешивать, у них такие квадратные глаза, они настолько, ну, вообще не представляют эту кухню, и мне бы хотелось ее еще больше популяризировать во всем мире. Мне кажется, это очень важно. Я знаю, в Америке есть грузинские тоже рестораны. Точка у меня ходила в Нью-Йорке и тоже производит впечатление на всех американцев. Для них очень непривычно вообще всегда другая кухня. Они привыкли там только гамбург, которые там, ну, свое. Пицца, вот, но эта кухня, она, мне кажется, для эстетов, для гурманов, для тех, кто любит эту жизнь, готов пробовать новые вкусы. Я клянусь, мы случайно попали, вот, сегодня нас Маруся пригласила, мы, в общем-то, и не собирались, да? Повезло. Устала нам такую дегустацию, да. Нам очень, Галина, повезло. Так, а это что такое? Это традиционное грузинское блюдо, которое называется кавари, или могут называть кавери. Это грузинские вареники с сыром сугунь, и в данном случае тархун. То есть не хинкали с сыром, а все-таки вот это. Тархун – это травка. Угу. В классике это только сыр, но я добавляю тархун, потому что многие любят тархун. Рекомендую попробовать, потому что я считаю, что сыр именно звучит гораздо лучше. Вареники в форме вареника, нежели чем кинкаши. Я уже просто… Я уже просто… Галина, ты наша стройняшка, которая на диете. Я-то известная обжорка. Мне все нравится. Я прямо… Не спешите, я скажу тогда подавать, а то вы что-то… Ничего не решили. Дорогие друзья, мы сейчас тут вот разговаривали без камер, и я понимаю, что я, конечно, интервью просто обязана как можно быстрее взять. Договоримся с вами, да, когда? Договоримся? А, конечно, я думала, вы с вами подписчиком договорились. Не-не-не, я вас… Конечно. Я думаю, подписчикам будет очень интересно. Обязательно. Да, обязательно. Спасибо. Ну, калужку нам принесли слюнявчики. Это потому что мы будем… Хинкали. А я же ни разу не ела хинкали вообще. Это вообще надо будет заговорить. Правда, вот ни разу в жизни заговорить. Я даже не знаю, как есть. Я знаю, что там нужно срезать вот эту штучку, да? Нет, неправильно. В общем, вы нам покажете, как правильно. Конечно, так. Я расскажу, как мы начинаем. Мы уже сидим слюнявчиках. Так, убери телефон. Тебя не видно. Свинячка, потому что… А на слюнявчике, кстати, тоже вышито Маруся. Маруся, да. В танце. Да, да, да. Почему слюнявчик? Многие гости говорят, что вы… Заметно, что мы неаккуратно едим. Но мы вот… Просто вы придумали такую традицию. Такую традицию одевать, чтобы не пачкаться. Мне кажется, да, это определенный контакт с гостем. Чтобы ты не искать, понимаешь? Мужчины тем более любят, когда они в костюмах сидят. Галстуки, чтобы не пачкаться. И вот эта красота. И вот эта красота. Традиционные… Сейчас будет мастер-класс, как правильно есть хинкали. Традиционные хинкали с говядиной и свининой, потому что… Грузины, они православные, классические хинкали – это говядина, свинина. Но в России уже предпочитают говядину, баранину. А мне кажется, со свининой прям совсем здорово. Ну, многие, мы на тысячу проданы, 990 едят с бараниной в России. И так нужно будет подождать… Как красиво! Я вам скажу, и вы… Нужно подождать 2-3 минуты, они очень горячие. Потом взять за бантик, перевернуть, наклонить от себя, откусить, выпить бульон и обезь. Берете за бантик, переворачиваете, наклоняете от себя, откусываете, выпиваете бульон и обегаете. Правильно съеденной хинкали не пролитая ни капли бульона. Если едите сырое тесто, рекомендую бантики оставить. А бантики, они как бы считаются сырые? Почему их не съедают? Ну, потому что там склейка идет, и там много теста. Если мы будем доваривать бантик, то мы развариваем. А, понятно. Но вообще культура оставляет бантики, это больше… Наспор мужчины садятся, кто больше съест, и по бантикам считают. А, понятно. А размер вот это классический, да, считается? Не совсем классический. Здесь как бы поменено тесто, само более тонкое, эластичное тесто. Потому что в классике тесто – это вода мукосой. Здесь добавлено яйцо ровно для того, чтобы придать ему эластичность. Это перчик черный, да? Да. Какое душистый. Это смесь перца, что ли? Нет, это чисто черный перец. Нет, это такой душистый. Правильно, правда, мы вот туда подмешиваем все. Ой, потому что он очень свежий и только что перемололся. Откусывая, можно тарелочку. Ну-ка проверим, Галина. Можно и двумя руками взять. Подождите, а ты взялась за хвостик, да? Да. Так, перевернула. Выкусили, теперь выпивайте полностью бульон и объедайте. Можно поставить тарелочку, удобно ее. И двумя руками, и одной. Я должна посмотреть, как это делается со стороны, и потом проделать это. Сочную. Да? Вкусную. И зелень добавлена. Зелень у грузин. Есть единственный спор, какие правильные. Ну, Галина, и эта дилемма заключается в том, существуют горные и городские. В городские добавляется свежая зелень, потому что люди в городах живут на равнине. Само собой, там много зелени, и они добавляют свежую зелень. В горные добавляются сухие приправы, потому что в горах зимой снег выпадает, и не идет речь о свежей зелени. Собираясь за одним столом грузины из разных регионов, могут очень сильно ругаться. И тема этой руками заключается, какие правильные или городские, с сухими приправами или со свежими зеленьами. И каждый будет доказывать свою правильность. Так, ну ладно, я все-таки сейчас буду пробовать, не буду уже снимать, как это я буду тут. Нежки. Спокойно. Так, мне принесли харчо. Да. Ну, какой-то особый разновидность какая-то у него. У них здесь в ресторане две разновидности харчо. Я вот не помню, из чего это. Ну, сейчас нам расскажет Маруся. Вообще, здесь два вида у них харчо. Вот. А ты уже попробовала. Все, блинка табака. Блинка табака. Фантастическая была, да. Да? Ну, я курицу не могу есть. Очень. Ну, аромат, ребята, я вам передать не могу. Прям вот, ну, если бы у меня не было аллергии до моря, то я бы прямо сейчас... Да, Галина, худеть с понедельника будем? Ну, тебе-то что? Ты-то вообще у нас стройняшка. Да, конечно. Килограмм туда, килограмм сюда. Нет, я завтра с него дня начну. Какая ты молодец. Маруся, вот это... Какая разновидность? У вас же два, да? Это основное блюдо. Харчо по-менгрейски. По-менгрейски. В данном случае говядина, тушеная в ореховом суще. О, боже мой. Это уже звучит фантастически. Она, может быть, выглядит, да, ну, орехи вареные выглядят так. Да, я представляю, как это вкусно. Я представляю, что это невероятно вкусно. Ну, что ж, дорогие друзья, если честно, дальше я снимать перестала. Потому что количество блюдо росло, росло просто до потолка. И все они были гениально вкусными, потрясающими. Ну, если честно, я открыла для себя химкали. Особенно мне понравились говядина со свининой. И есть еще второй сорт говядина и баранина. Ну, вы уже это поняли. В принципе, можно зайти, посмотреть, прогуглить меню. И потрясающий вкус. Я, конечно, всегда любила грузинскую кухню. Но в исполнении Маруси и ее сотрудников, это просто превзошло все возможные ожидания. Так что, дорогие друзья, вы поняли, насколько уникальная, талантливая, непревзойденная Маруся. И, конечно же, в моей рубрике «Женские судьбы» просто обязательно, обязательно должно появиться интервью с Марусей. И в ближайшее время мы с ней запишем такое видео. Я думаю, всем будет интересно, потому что за кадром мы общались с Марусей. Оказалось, что у нее столько интересных событий в жизни. Боже мой, это 150 стран. Это свадьба, которая состоялась год назад с мужем голландцем, которого мы, кстати, тоже видели в ресторане. И это уникальная женщина, уникальная пара, уникальное то, чем она занимается. Знаете, вот когда человек на своем месте. В общем, не буду забегать вперед. Скажу честно, что такого потрясающего стола в моей жизни еще никогда не было. Огромное спасибо Марусе за вот тот день, за вот этот вечер, за вот этот потрясающий ужин, который вообще продлился до ночи, можно сказать. Да, и я уже под конец, я говорю, я перестала снимать, потому что просто, как говорится, расслабилась и стала получать удовольствие. В общем, с нетерпением буду ждать ваших комментариев. И, конечно же, новой встречи с Марусей, чтобы взять у нее интервью и узнать о ней побольше. Подписывайтесь на мой YouTube и Дзен-канал. Увидимся с вами совсем скоро в следующем ролике. Ну и видео с Марусей тоже не за горами.